Сегодня я хочу начать программу с старой историей, старой абсолютной историей, но которая обретает заново какие-то оттенки, заново какие-то окраски. В 1971 году, я могу сейчас ошибаться, аж целый год, может быть, в 1972 году на верфи Симода в Японии был заложен корабль в качестве морского снабжения. Корабль был заложен, нам не очень интересно, кому он принадлежал в 80-х, кому он принадлежал в 90-х. Его торговали, перепродавали. И интересным он становится с момента, когда его перепродали очередной раз, он уже в 1972 год, такой старенький, но рабочая лошадка. Его перепродали, этот корабль, врачам без границ Испании. И был он зарегистрирован в Барселоне. Соответственно, после того, как он был зарегистрирован в Барселоне, его снова перепродали, и уже перепродали организации, теперь он носит название Sea Watch 3. Ну, и название корабля много раз менял. Корабль неоднократно арестовывали, между прочим, за последние годы. С этим кораблем связаны смерти людей, когда просто прыгали в воду, потому что ливийская береговая охрана не давала возможности делать то, что делает этот корабль. И, грубо говоря, они так друг друга таранили Sea Watch и ливийский корабль. Люди прыгали в воду, и там просто погибали. То, что в кадрах вписывается, как в самолет влазили в Афганистане люди, вот то же самое, только с кораблем. Просто прыгали от безысходности. И корабль, например, запрещали этому кораблю вход в итальянские воды территориальные. Тоже очень интересный момент. Команда корабля обвинялась в непосредственно в участии контрабандной схемы по доставке людей из Африки в Италию. Это очень интересный момент. Ну, меняются власти в Италии, меняются премьер-министры. И обвинения тоже меняются. Смысл очень простой. Этот корабль сегодня зарегистрирован на Берлинскую организацию. Немцам больше всех нужно. И я сейчас говорю абсолютно откровенно, с особой издевкой и иронией. Немцам абсолютно нужно больше всех доставлять мигрантов в Италию. Так оно и есть. Их тревожит больше всего. Такое ощущение, что у немцев нет собственных портов. И там разборка с этим кораблем. Оно просто очередной раз сейчас происходит. Кораблю запрещали входить в территориальные воды Италии. Потом разрешили. Решали через суд. Корабль причалился. Но люди, которые на нем были, не получили разрешения спуститься на берег. После чего там ЕСПЧ включилось. Там какие-то протесты начались. То есть немецкие активисты стали гиперактивистами в какой-то момент. ЕСПЧ принимает решение, что юридическую помощь нужно обязательно оказывать малолетним, подросткам, которые на борту находятся. А также должны дать медицинскую помощь. Обязательно дать людям, которые находятся на борту корабля. И обязательно дать питание. Воду и питание. И там, вот во всем этом, я помню, обвинение, очень жесткие слова в сторону немцев. Это такие, знаете, немецкие фанаты права иммигрантов. Еще раз. Немецкие фанаты права иммигрантов сходить на сушу в Италии. То есть они действительно немцы, которые занимаются доставкой иммигрантов в Италию. Как это происходит? Почему судебное обвинение? Почему судно должно было быть конфисковано? Почему Сальвини требовал вывезти корабль из эксплуатации и затопить? Вдумайтесь. Просто вывезти из эксплуатации и затопить. Сальвини, можно сказать, обвинял прокурора тогда в пособничестве и подстрекательстве к незаконной иммиграции в Италию. Любой, кто будет пособничать, против него будут приняты меры, говорил Сальвини. Потом судно снова освободили. Там вмешалась церковь, там совет евангелистов вмешивался, посещали этот корабль, сделали эдакое шоу, потом корабль конфисковали, потом снова отдали организации. То есть там постоянно вокруг этого корабля что-то происходит. Ну, далеко не лучшим образом все это сказывается на имидже организации, которая за этим стоит. И нужно иметь смелость, конечно, и политическую, и, я так скажу, и вот эту волонтерскую. Потому что Сальвини имел смелость говорить, что они занимаются непосредственно контрабандой человеческих тел, а, соответственно, волонтеры, которые на этом корабле, они считают, что они фанаты спасения жизни. То есть нужно найти возможности и финансирования. Ну, элементарные вещи. Он же жрет какое-то количество топлива, этот корабль, и нужно как-то его заправлять. Плюс волонтеры волонтерами, но капитан корабля деньги-то получает. Корабль неоднократно был сильно перегружен. Просто сильно. То есть там, ну, грубо говоря, когда 50 человек на борту, это одно. А когда там больше 300, они постоянно нарушают права. Они, что им только не рассказывают. Это как древняя калоша, которая загрязняет порты. Там то масло у них течет из гидравлического крана, то еще что-то. То есть постоянно с этим кораблем что-то происходит. А теперь к ситуации, которая сейчас. Сейчас, очередной раз, почему я об этом говорю так подробно? Да все очень просто. Дело в том, что очередной раз этот корабль спасает беженцев. Как это происходит? Почему они говорят, что не спасают? На самом деле не спасают они ничего. А Сальвини тогда говорил, что они занимаются контрабандой на каком уровне. Значит, резиновая лодка, такая надувная. На нее садится огромное количество людей. Вот плечико к плечику, перышко к перышку. Плотненько-плотненько выплывают из севера Африки в направлении уже юга Евросоюза. Плывут, плывут, плывут. И в этот момент, при виде любого мимо проходящего корабля, они просто вспарывают брюхо вот этой своей резиновой лодки. Тогда они оказываются терпящими бедствия. Соответственно, по морскому праву, и здесь оно однозначно, любое проходящее мимо судно должно их взять на борт. Их берут на борт и доставляют в ближайший порт. Это может быть опять и снова Северная Африка. И так уже было, когда отказали в сходе тем, кто таким способом попал на борт корабля в Италии, что, мол, ребята, валите в Тунис. Вот вы из Африки, вот валите в Тунис. Мы там даже денег дадим на то, чтобы там лагерь для беженцев функционировал. И воду будем туда поставлять, и даже врачей туда пришлем. Главное, чтобы это не был Евросоюз. Потому что, как только эти люди появляются на территории Евросоюза, они становятся беженцами. Включаются европейские права, в том числе и права человека, в том числе и судебная система. То есть, в принципе, уже если нога на территории Евросоюза, значит, человека могут задержать, посадить в депортационную тюрьму. Все, что угодно могут сделать, но он имеет право это обжаловать в другой инстанции. Соответственно, вот месяц, вот второй, вот третий человек будет находиться на территории Евросоюза. Включаются абсолютно иные протоколы. Никогда не слышал, чтобы кто-то в Евросоюзе говорил о том, что Германия через этот корабль, через определенное НКО, ведет гибридную войну с Евросоюзом, непосредственно с Италией. Ну, вы помните, как, наверное, дорогие радиослушатели, как это было с Беларусью, когда из Беларуси вдруг в Польшу побежали мигранты. Они прибывали официально. Да, это маршрутная карта. Купи путевку в Беларусь, а там перебеги границу. А там будут польские войска, которые запретят журналистам, запретят простым людям и любым правозащитным организациям приближаться к определенной зоне, где есть возможность, чтобы эти беженцы появились. И начинали, ну, это не гуманитарное правонарушение, это законы Евросоюза. Они просто его нарушали беспредельно. Напомню, что польский военнослужащий, который был перебежчиком и рассказывал об ужасах того, что делала польская армия. И, в принципе, это повод для рассмотрения в судебных инстанциях не только Польши, но и любого другого европейского государства, которое наделяет себя функциями мониторинга прав человека, прислушаться к тому, что он говорил. Нет, этого не было. Потом он, насколько я помню, погиб. И ситуация сейчас с беженцами в Италии – это проблема. Есть не только муниципальные выборы, не только во Франции они идут, в Италии тоже выборы. И разговор о мигрантах, на самом деле, мне неинтересен как таковой. Ну, то есть упрек в сторону Евросоюза о том, что они избирательно в СМИ освещают определенные вопросы. Там гибридная война была закреплена ярлыком, вырабатывался определенный стереотип мышления против Лукашенко, против Беларуси. Сейчас этого нет ничего. Это все неинтересно. Потому что это никуда не подвинет никакое мышление. Интересным является другое. Интересным является, что схема, которая существует по доставке людей, я говорю, контрабанда тел, она как работала, так и работает. И неоднократно журналисты делали расследование, пробовали пройтись этими тропами. Выглядит примерно так. Значит, деревня в Африке сбрасывается деньгами и отправляет в путешествие самого крепкого члена клана. Этот самый крепкий член клана, его даже подкармливают немного побольше, потому что он должен добраться. Его цель добраться до Европы. Есть точки, где известно, что существуют схемы, где легче устроиться по черному работать, то есть где нелегальная жизнь как-то бурлит. Одна из таких точек это Париж, безусловно. В Париже, дорогие друзья, помните, в 90-х годах направо и налево, везде на улицах, особенно на рынках, стояли мошенники плуты, накрутили наперстки или стаканчики. Игра такая. Значит, один шарик и три наперстки. Или карты бросали. Искоренили это. И играть вряд ли кто-то будет сегодня, потому что известно, что это акт мошенничества. Так вот, в Париже своими глазами видел, вы идете к Эйфелевой башне, и у вас на мосту, ну, я насчитал, пять сотрудников бригад, ярко выраженно не французов, которые крутили вот эти вот наперстки. То есть вовлекали людей мошенническим способом в игру, в которой они, конечно же, проиграют свои деньги. И я не верю, что полиция не может проехать мимо, или что это считается честной, азартной игрой, как турнир по шахматам, например, или турнир по булю. Ну, помните шары такие, три шара железных бросать. Я помню, как Луидо Финесс это делал в какой-то комедии. Не верю. Это по всей Европе, насколько я знаю, это признано мошенничеством. И если в Париже, вот прям на самом туристическом месте, куда люди идут и идут, толпами идут, толпами, это Эйфелева башня, стоят эти наперсточники, эти плутые мошенники, у меня подозрение. Я хочу искренне спросить, вот Евгений сегодня сказал насчет того, слушают нас или не слушают. Мы поздравили тех, кто нас слушает иронично с Днем России. Мы имеем в виду европейских политиков. Ну да, европейских политиков. Так вот, европейские политики, а что там с коррупцией? Что там с мафией в Париже? Это там кого купили на уровне кого? Бургомистра, главы района. Почему полиция делает вид? То есть то, что в Эйфелевой башне внутри объявления осторожно там в сумки залазят, прячьте все, карманники кругом. Ладно, это я понимаю, потому что в немецких вокзалах точно так же объявления эти происходят. Ну это бич, время такое. И я понимаю, что, например, на районном уровне решить с полицией вопрос, чтобы она проходила мимо мошенников, но это нереально. Это нужен городской уровень. Поэтому я спрашиваю, что там префектура Парижа? Как там бургомистер себя чувствует? У них там выборы сегодня. На каком уровне у вас нужно договориться? Давайте подкинем вам тоже, может быть, какие-то курсы повышения квалификации для плутов и мошенников придумаем. Ну а чего нет? Если у вас договориться можно по такому уровню. Я не знаю. Я предполагаю. Я хочу, чтобы вы ответили мне на этот вопрос. Это через взятку дается. Или вы устали. С утра уже посадили 10 бригад мошенников, а вечером другие 10 приходят. Как там у вас это все функционирует? Мне кажется, что это коррупция. Мне кажется, что это разрешенное мошенничество. И плутовство не просто коррупция. Это сговор преступного мира, в котором существуют, конечно же, крестные отцы, в кавычках. Эдакие мафиози, которые умеют договариваться. И это 2022 год. Башня Эйфеля. Тур-Лафель. Рассветленная Европа. Владимир. Так вот, возвращаясь к итальянцам. 400 человек сошли сейчас на берег в Италии. И их не пускали 3 дня. 3 дня Sea Watch, Медитерана, Сэйвинг Хумэнс, организация. Спасли этих 400 людей в Средиземном море. И, наконец, они на суше. Трое суток не давали разрешения спуститься на сушу. Значит, продолжу я объяснение, как работает схема. Значит, какой-то клан, какая-то семья. Иногда целая деревня сбрасывается деньгами, закладывают дома, между прочим. И одного человека оплачивают ему маршрут. Например, в Париж, или в Берлин, или в Рим. Там его ждут, как правило, уже те, кто удачно смог это все провернуть. Опять же, можно продавать нелегально эйфелевую башню маленькие сувенирные на улице. Можно дюнер нарезать. Можно машины мыть. Ну, как-то пристраиваются. То есть, нелегальная жизнь достаточно сильна и активна. Дюнер – это наша шаурма. Шаурма, да. И вот деньги берут заранее. Эти схемы, они проверены. То есть, есть гарант, кто прошел уже все это. И смысл сводится к тому. Вначале нужно добраться к Северной Африке. Там, как правило, это именно резиновые лодки надувные. И дальше схема очень простая. С одной стороны, немцы, например, говорят в этих НКО, что они действительно просто с биноклями стоят в рубке и смотрят, что происходит в море. Их дело – это патрулирование моря, и они ищут там тех, кто терпит бедствия. Но тогда вопрос, почему мигранты все время рассказывают о том, что при виде вот этих кораблей, которые принадлежат некоммерческим организациям, именно режут резиновые лодки для того, чтобы включилось морское право. Потом, с точки зрения, опять же, схемы, ну давайте, а почему бы им, допустим, не вступая в сговор с этими представителями немецких организаций, еще раз, которые в Италию доставляют мигрантов, им запрещен вход в Мальту, запрещен годы. Мальта четко понимает, что это схема. И из Мальты попасть в Европу уже никто не хочет. На территории Мальты тоже остаются. Мальта не заинтересована в этом. В Италии, ну, существуют и фанаты правовой деятельности, плюс на прорыв идут в прямом смысле слова. Значит, греки рассказывают точно так же, что когда на резиновых лодках к ним подплывают, это нужно смотреть. Эти кадры неоднократно всплывали в сети, когда лодка упирается в берег, и люди просто бегут, выпрыгивают из нее и просто бегут. Намного выгоднее, если корабль подберет. То есть, по подсчетам, на сегодняшний день уже в этом году погибло 800 человек в Средиземноморье при попытке пересечения границ. То ли из Италии морских, то ли из Греции. 800 человек. Это много. Это погибших уже сейчас. Почему это происходит? Почему я иронизирую насчет некоммерческой организации Берлинской, которая занимается вроде благородным делом. Они действительно, ну, так официально, давайте так, даже если они не просто спасают, а как-то участвуют в схеме, потому что доказательств нет. У против них было возбуждено уголовное дело, но они не смогли доказать, что они делают это сознательно. Они такие белые пушистые, только занимаются спасательной операцией. И, может, действительно, мигранты не имеют отношения к ним, но ведь, по сути, какая разница? Дело в том, что нет официальной политики у Евросоюза по тем, кто пробует добраться нелегально в Европу. Это должны делать государственные органы. Это должна делать Еврокомиссия. Если они знают, что существует поток, который пресечь невозможно, то создайте какую-нибудь административную функцию, которая будет этот поток как-то регламентировать. Для начала всего лишь навсего спасать тех, кто правдами или неправдами, по схеме или без схемы пробует добраться из Африки, там, где голод, там, где нет работы, там, где гражданские войны, в благополучный Евросоюз. Но так как Евросоюз этого не делает, и официальной политики нет, и получается, что, как бы, общественность пробует какую-то альтернативу дать Еврокомиссия. Это по поводу, конечно же, Урсулы Фонделяйн, которая была на Украине, общается, говорит, что через неделю, между прочим, уже будет предоставлен окончательный ответ Украине по поводу кандидатства в Евросоюз. Ну, список претензий должен быть велик, и все, что делает Урсула Фонделяйн, коль я зашел на это поле, скажу, что у нее функция очень простая. Сделает так, чтобы Украина в прямом политическом смысле слова, после того, как узнает, что ей не дадут статуса, и не будет никакого спецускоренного прохода в членство Евросоюза, не воняла и не унижала, так как она это делала по отношению к канцлеру Германии, если ей что-то не нравится. И дипломатически, конечно же, все-таки, поговорив с Зеленским, объяснив ему некоторые вещи, конечно же, Урсула Фонделяйн в первую очередь защищает себя лично. Я себе представляю, если Шольц с точки зрения украинского МИДа, потому что не пресекли деятельность Мельника, глава МИДа и Зеленский не пресек деятельность Мельника, это посол Украины в Германии, который называл канцлера Германии обиженной ливерной колбасой, то в этом контексте Урсула Фонделяйн, она тоже имеет отношение к Германию, напоминаю, она была министром обороны. И может огрести, да, одна секунда, остановимся. Вести ФМ Можно пофантазировать, как ее Мельник будет называть. Вот, и, конечно же, конечно же, важно понимать, что прямое оскорбление Урсулы Фонделяйн ни к чему не приведет, но оно возможно. И я говорю, она себя защищает, потому что критика, конечно же, в сторону Евросоюза, который туп с точки зрения украинских политиков, это очень важный момент. Чем больше критикуют Украину, Украина думает, что она тем быстрее вступит в Евросоюз, если для нее будут какие-то созданы новые законы. Напомню, вчера об этом говорил, что известно уже на сегодня Нидерланды и Дания против того, чтобы Украине дали статус кандидата. Но при этом они официально молчат, слили журналистам информацию, но молчат. И в своем молчании они ждут официального ответа Еврокомиссии, потому что, может, и не надо будет выставлять позицию Нидерландов как особую. То есть попасть под искрометный словесный понос украинского МИДа. Ну, так, минимум. Это минимум. И в этом отношении, я еще вернусь к Урсуле Фундуляйн и к ее посещению Украины, но вначале хочу поставить точку по поводу спасенных в Средиземном море беженцев. На берег-то их высадили. Ну, что ждет их? Ведь регулярно происходят эти телодвижения, регулярно кого-то спасают в Средиземном море, регулярно не пускают, пускают, прорываются, регулярно резиновые лодки прибывают в Европу. Неоднократно напомню, служба Фронтекс, единая пограничная служба Евросоюза, о которой сейчас все молчат и все о ней забыли, была, кстати, завязана она и в коррупции. Штаб-квартира у них в Польше, у них были обыски. Это чтобы вот понимать, как оно все функционирует. Делает вид, что этой проблемы нет. Почему я об этом сейчас говорю? Да дело в том, что один какой-то корабль, судно, зарегистрированное в Берлине, не сможет спасти Европу от потенциальной волны мигрантов, которые из Африки могут туда направиться. Потому что 300-400 человек, которые заплатили деньги и потом будут перетягивать родственников, своих односельчан. Это на полном серьезе так оно функционирует. Правдами и неправдами в Европу это одно и совсем другое, когда эти села просто по-библейски пойдут на север. Потому что голод, который грозит им, голод, который грозит вообще не только африканским странам. Там есть еще военные формирования, бандформирования. Эти бандформирования распределяют еду, распределяют воду, распределяют деньги, которые приходят из Евросоюза. И в этом контексте то, что в ближайшем будущем может начаться в Африке, когда бандформирование, да, хлеб доставить там можно, но это еще не значит, что он дойдет до рта, который этот хлеб должен съесть. Там конфликты иногда нерегиональные даже. Они могут переходить за границы государств. И если будет принято решение какой-нибудь деревни в каком-нибудь государстве, граничитесь с Центральной Африканской Республикой, из Ити, и они пойдут в направлении Европы, это будет цель. Правдами и неправдами. Тогда будет включен турецкий маршрут, балканский маршрут. Это будет черти что. Так вот, по оценкам ООН, это не 300 человек, которых спасут в море по схеме. Это миллионы людей. Первичное говорилось о 6 миллионов до 16. И сегодня уже говорится о том, что там может быть свыше 40 миллионов. Это то, что грозит Европе. Если кто-то думает, что Европа действительно переживает там по поводу Африки, мира, гуманитарной катастрофы, голода. Нет, Европа плевать. Хотела у них, потому что годы только частные коммерческие организации что-то делают. Еще раз говорю, в Евросоюзе никто этим вопросом не занимается. Никто не мониторит море, никто не мониторит север Африки. Пробует там лагеря построить. Кстати, они уже построены в Тунисе, например, они стоят за счет Евросоюза. Там очень хорошие системы видеонаблюдения, колючая проволока, сетка. Так что вы, если попадете туда, вы уже не сможете прорваться на море какой-нибудь лодки, которая будет спасать вас. Это исключено. Именно туда финансировал деньги Евросоюз. И с точки зрения беженцев, по правовому полю, когда единицы, там 400 человек, это случай был два года назад. Три. В 19-м году это было. Когда Италия жестко сказала, что она не будет этим людям, которых спас, опять же, этот же корабль, давать возможность осесть в Италии, то включилась Германия частично, включилась даже Румыния, между прочим. Которая сказала, ок, мы примем там 10 человек. Потому что это мучительно смотреть, то, что медиально, медийно раскручивалось очень сильно, как картинка. И вслух сегодня говорить о том, что может быть миллионы африканцев, при том, если посмотреть правде в глаза, уже украинская волна беженцев вызывает зачастую негодование местных жителей по определенным причинам. Напомню, скандал, который был в Болгарии, это Евросоюз по поводу выселения украинцев из гостиниц, потому что начался туристический сезон, плюс государство мало платит за человека, легче гостиницу сдать. И там, вплоть до того, что были столкновения, фекалиями на стене писали славу Украине, выселенные беженцы. И есть такое низовое недовольство, но оно ерундовое по сравнению с тем, что будет, если миллионы беженцев из Африки придут в Европу. Это люди, которые будут выживать. Они будут громить все, что на их пути, если им нужно добыть кусок хлеба и колбасы. Они для этого будут идти в Европу. Только для выживания. И, конечно, этот страх и тем, что никто не занимается, он сильно давит именно в подсознании на политиков. А в сознании они боятся об этом публично говорить. Потому что крах Европы будет заключаться не в том, что государство не выделит какие-то очередные спортзалы, какие-то палатки не разобьет. Нет. О том, что они начнут этих людей, напомню, что во Франции практически концлагерь существовал, который потом разнесли, чтобы не было памяти о нем. Так полиция внутрь этого лагеря, где были беженцы, не заходила. Она боялась туда внутрь зайти. Французская полиция. Там свои законы были, свое существование, свои бандиты, свои налоги. Там черти что творилось. И полиция внутрь не заходила. Об этом было известно благодаря журналистам, благодаря коллегам.